Заявления Владимира Путина на коллегии Минобороны за океаном не прошли незамеченными. Правда, в американских СМИ были представлены в малоузнаваемом виде. В эфире не секунды прямой речи российского президента, а только вольный пересказ. Сегодня вечером прозвучали новые угрозы от Владимира Путина. В окружении своих генералов он потребовал, чтобы НАТО вывел свои войска из Восточной Европы. США пытаются убедить всех, что это Россия угрожает НАТО. При том, что в альянсе три десятка государств, а их военная инфраструктура уже максимально приблизилась к российским границам. И дальше уже красные линии Москвы. Российские предложения изложены в проектах договоров с США и НАТО. Часть из этих предложений госсекретарь Блинкен уже назвал неприемлемыми, но по остальным вопросам диалог может стартовать уже в начале будущего года. Россия заявила и опубликовала несколько документов, что у нее есть жалобы, требования, озабоченности. Что ж, они есть и у США, и у всех наших европейских партнеров по поводу поведения России и ее действий. И мы их предъявим. Что бы это ни было, в Москве ждут. Мы готовы их рассматривать, но пока нам еще их не представили. Так что при наличии понимания по организационной стороне дела, по содержанию, конечно, предстоит еще огромная работа. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая даже политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте России и НАТО. Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях. Тем более, что есть потенциал к значительному ухудшению ситуации с безопасностью на границах России. И в Москве видят и просчитывают все варианты. Вот в США нет пока гиперзвукового оружия. Но мы знаем, когда оно появится. Ну и поставят на Украине гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы Российской Федерации. Ну, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? Пока на Западе продолжают пугать агрессивной Россией, на Украине на камеры роют траншеи на границе, используя специальные инженерные машины. И демонстрируют поставленное штатами оружие. Впервые на Донбассе украинские военные провели боевые учебные стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов «Дживелин». Ракеты способны уничтожать танки на расстоянии около трёх километров. Всё это явно не способствует дипломатии. По словам Сергея Лаврова, Россия будет только рада, если США захотят положить конец тому, что Киев саботирует минские договорённости. Правда, украинская дипломатия сегодня вновь предстала в неприглядном свете. На этот раз у костра. Это президент Зеленский собрал украинских послов в государственной резиденции Синегора на консультации. И, как говорят очевидцы, встреча больше напоминала вечеринку с алкоголем и танцами. Что обсуждали, неясно, но о возможности самых провокационных сценариев на Донбассе накануне предупредил Сергей Шойгу. Воинственный настрой Киева постоянно поддерживают и в Брюсселе. В ответ на предложенный России проект договора с НАТО, генсек Йенс Столтенберг уже несколько раз заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО — это внутреннее дело Альянса и Украины. А это напрямую противоречит договорённостям в рамках ОБСЕ, которые запрещают укреплять свою безопасность за счёт других. Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, по слухам, идёт работать в Центральный банк Норвегии. Ну или хочет, по крайней мере. Мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого, общерегионального, евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется. Весь этот вал противоречий предстоит обсуждать. Первые контакты переговорщиков от России и США должны пройти в январе. Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Герасимова с главой комитета начальников штабов США Милли. Обсуждалась, цитата, региональная безопасность. Возможно, и контакты на высшем уровне президентов Путина и Байдена, причём не исключено, что ещё до конца года.